МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите, как прекрасен апрель. Из набухших почек проклевываются крохотные зеленые листочки. Совсем скоро мы увидим все буйство весенних красок, и ездить в деревеньку станет еще приятнее. Так что готовьте все самое интересное, мы идем к вам. Ну а пока предлагаем понаблюдать за теми, с кем деревенька встретилась на минувшей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суббота здесь, мне нравится. Едешь, ты работаешь, смотришь, как там земля, оборачиваешь все это. Хорошая работа на земле. По севной все средства хороши. На помощь аграриям вышел студенческий десант. Ну я знаю хороший рецепт. Это с обжаркой ячменя, закладка в марлю и помещение в емкость, в которой пласятся. На протяжении 3-4 месяцев он будет храниться, и ничего с ним не станет. В изхозы Могилевщины заготавливают березовый сок. Где купить и как сохранить напиток здоровья, поинтересовались наши корреспонденты. Здесь кормосмесь у нас должно быть 10 килограмм силоса и 20 килограмм сенажа. То есть 30 процентов силоса и 70 килограмм сенажа должно добавляться этим кором. Плюс по 2 килограмма соломы. Меню чернопестрых коров из хозяйства «Новая друдь». Как правильно кормить пеструшек и нужны ли им пастбища? Советы от профессионалов. Посевная в разгаре. Разумеется, в это время любая помощь будет весьма кстати. На поля Приднепровского края вышел студенческий десант Милорусской сельхозакадемии. Более 140 студентов, которые имеют в карманах водительские корочки, помогают аграриям в их нелегком труде. Эдуард Борисов в хозяйстве овсянка Горецкого района трудится третий сезон. Когда предложили пойти в поле добровольцам, долго не раздумывал. Ведь то, что для одних простая обязанность, для будущего агрария – бесценный опыт. Теория на теории. На практике совсем по-другому смотрится. Все-таки практика лучше. Полностью, можно сказать, освоил технику, регулировки всей техники сельскохозяйственных машин. Как и положено, подъем ранний, 6 утра и сразу в поле. За штурвалом трактора Эдуард держится уверенно. Деревенький рассказал про личный рекорд – 22 гектара за смену. Алексей в хозяйстве четвертый сезон. Три года работает в тандеме с Анатолием Рогановым, уже бывалым механизатором. Вместе сеют, вместе и ремонтируют. Техника хоть и новая, иногда характер показывает. Отец работает механизатором, поэтому здесь соберу с собой поле. Но вот привык, поступил сюда, в академию. Свобода здесь, мне нравится. Едешь, работаешь, смотришь, как там земля, оборачиваешься. Хорошо работать на земле. Он со мной попался, мне третий год уже. Каждый год со мной. Я новый трактор три года назад получил. И он со мной каждый год работает. И сразу молодежь на новый трактор? Да. А не страшно было довериться? Ну, показал, объяснил ему. Он все понял. И он мне нравится. Я сюда инженера прошу, чтобы именно его мне и давали, а не другого. Смотрит за трактором. Всегда по ряду, в кабине. Приберет, помоет, протрет пыль. Овсянка хозяйство крепкое. 10,5 тысяч гектаров угодий, 7-800 из которых отведено под пашни. Конечно, и своими силами обойтись можно, но трудовой семестр в этом сезоне начался на месяц раньше. К тому же в молодых специалистах в Овсянке заинтересованы. Хотелось бы, чтобы они подучились, своими руками попробовали, что такое трактор, что такое земля. Так как они специалисты сельского хозяйства, непосредственно через два года, как Эдуард или Алексей, они придут специалистами полноценными. Они будут знать, что такое ключ, не просто теоретически, а пройдут практику. Сейчас 13 механизированных отрядов из Белорусской сельхозакадемии трудятся на полях Горецкого, Могилевского, Краснопольского, Чаусского, Шкловского, Круглянского районов. Посев ранних яровых и зернобобовых культур на Могилевщине почти закончен. Разумеется, не без помощи будущих аграриев. Продолжается заготовка березового сока. В этом году в лесах Могилевщины планируют собрать аж 3000 тонн целебного напитка. Это в два раза больше, чем в прошлом. В очередь за березовиком выстраиваются и перерабатывающие предприятия, и простые любители сока. Как правильно заготовить и сохранить сок? Всякими премудростями с нами поделится Кристина Каранкевич. В еловых насаждениях березок немного. Одна через две. Сок здесь идет, конечно, не так интенсивно, как в березовых рощах, но погода благоприятствует. К примеру, вот такой пакет, а здесь литров 60, не меньше, набегает за сутки. Место выбрано не случайно. В нынешнем году эти деревья идут на вырубку. За качество продукта лесники отвечают. Подсочка ведется только в чистых зонах и исключительно по технологии. Диаметр на высоте груди дерева не должен быть меньше 24 сантиметра. Если более 24, то начинаем подсочку. Производим вертикальный пропил. Вертикальный пропил должен быть не менее 12 сантиметров, но не более 15 сантиметров. И глубиной от 5 до 8 сантиметров. После пропила прочищаем пропил палочкой любой и забиваем клин для подсочки. В Могилевском лесхозе подсочено около 8 сотен деревьев. Заготовить здесь планируют 300 тонн березовика. Из них 100 для населения. Как сделать самый народный напиток еще вкуснее, знают бывалые лесники. Если хранить, то, конечно, консервировать надо. Но я знаю хороший рецепт. Это с обжаркой ячменя, закладка в марлю и помещение в емкость, в которой квасится. И сколько надо по времени? По времени. Ну, закидывается, закрывается. И, в принципе, через две недели уже можно употреблять. И на протяжении 3-4 месяцев он будет храниться. И ничего с ним не настроение. По области в заготовке задействовано 8 лесхозов. Договора на поставку заключены с Быховским консервным заводом, Кировским пищевым комбинатом и Фабруйским «Оазисгрупп». Быховским лесхозом организована подсочка березового сока на территории пяти лесничеств. Подсочено около 4 тысяч деревьев. Сегодня реализовываем население и на лесосеке, и на нижнем складе, то бишь на территории лесхоза. Быховский консервный заказал порядка 200 тонн. Цена за литр сока на лесосеке – 960 рублей. На территории лесхоза – полторы тысячи. Для удобства организована продажа и в своей таре. У березовика много целебных свойств. Он полезен при заболеваниях горла и полости рта, эффективен при заболеваниях бронхов и легких, болезнях органов пищеварения. А если заморозить его в кубиках и каждое утро протирать лицо, кожа получает тонизирование и увлажнение. Соку идти осталось всего пару дней, потому потребители спешат запастись напитком. За что любите березовый сок? Полезный. Я не себе, я матери беру. Сколько планируете брать? Ну, знаю, литров 30. 30. Вы закатываете сок? Да, 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 закатываю. Самостоятельный сбор для жителей разрешен исключительно при наличии лесного билета, а вот незаконные вылазки выльются в немалую копеечку – от 500 тысяч до 50 миллионов рублей для юридических лиц. В молочных хозяйствах приближается ответственный период, связанный с планами на получение большого молока высокого качества. Дойная стада готовится к пастбичному сезону. Но есть на Могилевщине и фермы, где организовано круглогодичное содержание коров с однотипным кормлением. Как им живется и нужно ли буренкам гулять по свежему воздуху? Об этом деревеньки рассказали в хозяйстве «Новая друдь» Белынческого района. Далеко, далеко на луку пастутся коровы. А, коровы! Ради нас коровы! Чернопестрые коровы из хозяйства «Новая друдь» Белынческого района на лугу пусть и не пастутся, но молоко дают вкусное и полезное. Содержат пеструшек в закрытых комплексах, а кормят одним и тем же. Никакого разнообразия, скажете вы, и, конечно же, ошибетесь. Чем больше мы меняем кормление, состав кормов, тем больше животное получает стресс, а это все связано с продуктивностью животного. Пеструшки в хорошей форме, носы мокрые, шерсть лоснится. Что нынче в меню у коровок? Интересуемся у зоотехника по кормам Юли. Если корм отлетает от пальца, значит хороший корм. Все, пышный, красивый корма. Коровы довольны. Здесь кормосмесь у нас должно быть 10 килограмм силоса и 20 килограмм сенажа. То есть 30 процентов силоса и 70 килограмм сенажа должно добавляться этим кормам. Плюс по 2 килограмма соломы. Кстати, Юля в корововедении не новичок. В домашнем хозяйстве были и куры, и козы, и коровы, и даже лошади. Потому с пеструшками у нее особое отношение. Да, прихожу, сыраю животное сразу. О, зоотехник по кормам. Радующе. А вот с местным айболитом Михаилом личные отношения у рогатых как-то не клеются. Ведь врача коровы тоже знают в лицо, но вот приветствовать не спешат. Работаю с ними, проводим мероприятия профилактические. Ну вот, они уже знают в лицо и настороженно. Может, что-нибудь буду делать. А чего они боятся больше всего? Ну, больше всего боятся они вакцинации, конечно. Сегодня в Новой Друти поголовье скота составляет 9 тысяч. Более 2,5 – это дойное стадо. Удой на корову за последний год составил 6 300. Это неплохой показатель в области. Поэтому мы наращиваем объемы. Планируем дойти до удоя 6,5 тысяч. Конечно, весеннелетних прогулок коров не лишать. От сейчас к сезону готовят пастбище. Год назад в хозяйстве закупили новые электропастухи. В конце мая черно-пестрые начнут щипать травку и запасаться каротином и витамином D. А от этого молоко станет только полезней. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Они всю жизнь работали. Кто на селе, кто в городе. По воле судьбы остались одни, но не брошены. Вот уже 5 лет под Рибиным в одном доме живут одинокие люди. Накормлены и обогреты. А уход за ними, как за своими родными. Давление, Петроночка, у вас хорошее. Сегодня 140 на 90. Для вашего возраста это замечательно. Сегодня в Дребенском отделении круглосуточного пребывания досматривают 69 человек. У кого-то инвалидность, кто-то совсем один остался. В большей степени и не проблемы со здоровьем волнуют их. Давление мы проходили хорошее. Это значит, что надо зайти к ней в комнату, с ней поговорим, что не беспокоит. И она у него потом настроение поднимается у человечка. Нам хорошо, ей хорошо. Скрасить свободное время им помогают. Вышивка, вязание. Еще неизвестно, кто кого учит, замечают молодые преподаватели. И все-таки люди уже прожили много. И поэтому им есть о чем рассказать. А еще зачитываются романами. Про любовь и не только. А я основное про войну люблю. С 32-го года рождения война началась в 41-м. Так что мне было 9 лет, я всю войну помню. Это думаем некому воды подать. А тут шутят сами постояльцы. Жизнь только начинается. Те годы, когда работало все, некогда было у меня за собой ухаживать. Когда как? А теперь здесь уход хороший. Они заявляют о том, что сознательную жизнь мы прожили, но мы не знали, что так можно замечательно жить, что есть такие вот условия. И такая забота все-таки сегодня на уровне государства проводится. Это надо. Благодаря государственной поддержке таких учреждений в случае с Дребенским отделением и благотворительного фонда доверия из Ирландии удается достичь главного. Сталенькие люди не чувствуют себя одинокими. Грядет один из 12 важнейших христианских праздников – Вербное воскресенье. В этот день вербу принято освящать в церкви, а после в течение года хранить возле икон. Считается, что именно освященная верба избавляет от болезней и прочих бед. Но пусть невзгоды в ваш дом лучше не заходят, а ответственность за хорошее настроение деревенька возьмет на себя. Ну а пока прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова